Всем бодро и позитивное настроение! У микрофона, как всегда, я Делангейм и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору ОМСИ-2 Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня с вами мы находимся в городе Новосибирск и прокатимся сегодня по седьмому маршруту В основном по этому маршруту бегают микроавтобусы марки Газель, но я решил взять падик версии 32053 с одной автоматической дверью открывающейся В принципе он тоже сойдет за маршрутку и я думаю, что на этом автобусе мы сегодня себя будем комфортно и уютно чувствовать Кстати, окрасочка взята из Новосибирска, я подсмотрел фотобас именно в такой окраске с такими госномерами Бегал автобус-пас, но возможно он обслуживал какие-то пригородные рейсы Сегодня мы на этом пазике прокатимся на городском, правда там шасси уже было более новое, 3307 газа Здесь у нас все от ГАЗ-53, даже звуки двигателя у нас ребята тоже будут от ГАЗ-53 Газобаллонное оборудование у нас стоит, в общем автобус экономичный, экологичный, но это же базик Давайте откроем багажные отсеки, точнее можно сказать вещевой ящик в пазике багажных отсеков как таковых нету Здесь у нас хромированные очки на фары Не знаю, колпаки ставить, не ставить, не хочется мне портить эту вот всю красоту Ну, с колпаками конечно круто, комплектация уже побогаче выглядит Вот, но все-таки вот эти вот диски от ГАЗ-53, колеса, шасси смотрятся намного лучше Намного круче, мне больше так нравится Давайте заглянем в салон, в принципе здесь у нас все осталось по стандартному Билеты, колбаса, сало, все раскидано, вот чем питается у нас водители автобусов в паз В принципе неплохо, если есть колбаса, это ребят уже неплохо Когда нет колбасы, один хлеб, вот это уже немножечко конечно похуже Так, сейчас настроим часы В 12.00 у нас с вами отправление, но время мы еще с вами подгоним Так, по-моему в этой версии уже ножа не было Здесь вместо ножа вот такой вот кстати удобный поручень Круто очень, то есть едете, локоть уже можете положить И рука у вас будет в таком более-менее расслабленном состоянии, в расслабленном положении Вот наш маршрут, промежуточные остановки Остановок как всегда очень много, маршрут насыщенный В принципе все маршруты на карте Новосибирска, они такие довольно-таки очень и очень насыщенные Так что усаживайтесь поудобнее Маршрут рейс сегодня будет такой у нас длинный, протяженный Не знаю, возможно конкуренты в лице газелей появятся у нас, которые будут забирать пассажиров Но поверьте, этот пазик автобуса заряженный Кстати, версия тоже такая получательная, наверное, более пригородная В плане того, что здесь, смотрю, полочки для багажа есть Но, ребят, все же лучше, чем газель, да? Сколько там газели? Максимум человек 16, наверное, разместиться может Но в пазике в этот, я думаю, 50 точно напихать можно Здесь, по-моему, было точное указание Да, 42 человека, но 50 точно залезет, если не больше Вот, потому что, как показывает практика, пазики довольно-таки очень и очень вместительные автобусы Давайте выберем направление маршрутов и будем-будем запускать двигатель наш Так, питание подаем С полоборота, с полоборота Заводится наш бензиновый двигатель Переведем сразу его, чтобы он работал бы у нас на газе Сейчас с карбюратор и все у нас догорит Зажжется желтый индикатор и можно переводить работу на газе Ну, в принципе, баллоны наполовину у нас заправлены Я думаю, нам этого как раз-таки вполне и хватит Включим ближний свет фар Подсветка очень приятная Что мне нравится в этом пазике, в этой версии, так это вот подсветка Она реально очень и очень, ребят, крутая Очень классная Слышим знаменитый хруст Снимаемся с ручника и подъезжаем к остановке Кстати, по-моему, седьмой маршрут Это один из первых маршрутов Когда я начал знакомиться вот с картой Новосибирск Радиус я здесь такой неплохой вложил Вот остановочка Пассажиры уже есть Здесь, кстати, даже такой, смотрю, карман оборудован Пускай забегают И надо потихонечку будет перевести время Я думаю, что еще какие-нибудь зеваки Какие-нибудь пассажиры у нас точно с вами появятся Всего лишь одна пассажирка появилась Какой-то мрачность у меня в Новосибирск Нет, ребят? Ну, а стройки такие Тучи какие-то здесь темные Ух, небо такое Вот я поставил карту Русская глубинка И снова небо поменялось Надеюсь, маршрут никакой у нас не оборвется Потому что зачастую, когда ставишь другие карты Почему-то бывает Слетают Вот Пропадают дороги По протяженности, по расписанию Маршрут по времени Этот где-то занимает около 48 минут Вот как раз-таки ровно мы с вами отправились С 12 на ноль Синхронизаторы вообще разбиты На всех передачах хрустит Я, в принципе, с предыдущей версии Вот были звуки Уже новая версия 3.8 Вот пассажир на шасси ГАЗ-53 Здесь звуки были бензиновые Но они не очень-таки были Я, в принципе, звуки с предыдущей версии перекинул Мне вот эти звуки просто заходят на ура Что-то по привычке привык, что обычно автобусы все используют Где-то, ну, две открывающиеся двери и более Вот, а здесь всего лишь одна автоматическая дверь И привык открывать и закрывать две двери Прикиньте, ребята, едьте вот так в пазике И у водителя вот на его рабочей месте Колбаса и сало кусок лежит Вообще-то как атмосферно смотрится Ну, а что сделаешь обед Как раз-таки таким хрустом коробки И пугать пешеходов Я думаю, с ГАЗельками можно подсекаться на этом пазике Потому что динамика у него хорошая Так, вот здесь кольцо Немножко на этом кольце я путаюсь У меня в расписании есть Так, притормозить, вау, как я разогнался тут Смотрите, переключится У меня в расписании есть вот эта вот остановка Это получается Обратно это прямо И какая-то она непонятная Она что, действительно вот в реальности такая Это получается, мне сейчас необходимо сделать круг почета Что-то пассажиры не идут Может, на это остановки Ну и, кстати, никто не садится Но остановка такая в расписании у меня присутствует Поэтому что-то я немножко не понимаю Это в действительности она такая есть Какая-то непонятная Во всяком случае, это не очень удобно То есть едешь, тебе нужно круг почета сделать И потом вернуться на обратную вот траекторию Так, по-моему, вот здесь вот съезд будет Лучше бы сюда Остановку в попутном направлении вынесли Ну, гораздо было бы удобнее Ну, судя по сайту Фотобас В Новосибирске тоже популярны пазики Я думаю, что пазики не обошли ни один город России Я думаю, во всех городах России их можно встретить Даже в той же Москве Там какие-нибудь служебные пазики Но точно они есть Там понятно, что на маршрутах в Москве не пустят пазики Но в Новосибирске, как гласит Фотобас В принципе, пазы себя комфортно чувствуют И бегают там по сей день Напоминаю, что это третий город по численности в России Новосибирске Хватит огнать Скорость у меня 5 км в час Наверное, составляла, пока я тормаживался Но они все кричат Хватит огнать Я, кстати, еще застал, ребята, те времена Когда вот Ну, это, в принципе, первые пазики Вот такие уже обновленные После 672-х Когда появлялись Да, у них было шасси Вот ГАЗ-53 стояло Их, по-моему, начали выпускать В 89-м году Еще, помню, были в них в автопарках Может было встретить Но я думаю, что до наших времен Навряд ли такие пазики дожили Думаю, все они уже благополучно списаны Уже более такие На новых они шасси собирались Вот ГАЗ-3307 Ну, в принципе, там что-то 53, что 33, 07 Можно сказать одно и то же Есть немножко отличий, конечно Но незначительные Так, пешеходы у нас идут Красный горит Не знаю, зажегся там зеленая линия Вроде пешеходы не идут Правильно Не хочется мне головой крутить Смотреть По расписанию На 3 минуты где-то мы Переезжаем Ну, я думаю, конечно На ГАЗ-3307 Гораздо быстрее бы мы преодолели бы Этот маршрут Хотя, в принципе Будут здесь участки Где на пазике можно будет Неплохо разогнаться Тут надо посигналить Посигналить, если не против Вот такие современные МАЗы бегают Ну, многие МАЗы тоже уже списываются В Сибирске Как мне уже сказали Вот я по 104 МАЗу снимал серию Что 104 уже практически МАЗов и не осталось Но, в принципе, да Свой срок они уже отслужили Зарекомендовали на себя довольно-таки Очень неплохо 104 МАЗы полностью себя оправдали Некрасно заживаться Ладно, проскочим Пазику можно Чтоб не стоять бы нам Автоматические автоповоротники плохо отключаются Ну, вот, в принципе Неплохой такой участок Двухполоска Здесь можно разогнаться Подинамичнее Да, что-то тучи Новосибирск насгущаются Ну, вот, смотрите, ребят Я снимал Вот где видео У меня снимался 104 Там, в принципе, небо такое Однотонное было Здесь, по-моему, русская глубинка повлияла На внешний вид вот этой вот карты И небо стало совершенно другим То есть, уже текстуры, получается Небо взятое вот русской Смотрите, как красиво смотрится Совершенно по-другому же Других красок Как выглядит Новосибирск А тем временем Мы уже 90, ребят Наваливаем с вами Интересно, вот, если на заправку заехать Газовые баллоны тоже заправляются или нет Что-то у нас потоп Ну, топливо, кстати У нас тоже немного Тут что-то начинает меня сносить немного с дороги Все-таки 60-70 Вот эта скорость пазика Здесь лучше немножко аккуратно Потому что сразу налево Потом направо поворачивать Ну, на пазике это одно удовольствие, конечно, путиться Остановка университетская Благополучно я проехал Но тут вроде кнопочка для связи с водителем Не функционировала Значит, из пассажиров никто не выходит Не знаю, такая платформа, конечно, на остановке сделана Чисто реально для газели только Вот, на следующей остановке уже кто-то захочет выйти Сработал сигнал Сработал сигнал Тоже, кстати, довольно-таки очень удобно Хоть базик автобусы маленький, обзоры по зеркалам тоже здесь хорошие Но лишние звуки такие Они лишними не будут, предупреждающие Тем более Мне вот интересно Конечная остановка наша сегодняшняя называется Котельная микрорайона Ща Это получается, что у микрорайона Просто названа одна буква Ща Прикольное такое название Не надо заморачиваться Я вначале не понял Я подумал, возможно, это что-то сокращенное Потом начал карты смотреть В Google Maps залез Действительно, микрорайон Ща Он есть, он так и называется Цветной проезд наша остановка Действительно, крыль cantил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чтобы хоть как-то ориентироваться по остановкам В принципе, честно же, в Новосибирске я чувствую себя как свои тарелки Можно спокойно ехать в Новосибирск жить И работать водителем автобуса Не знаю, были-бы ли жители Новосибирск? Да, но нет Если бы увидели меня за рулем какого-нибудь пазика Так, следующий, по-моему, поликлиника может быть Или морской проспект, или поликлиника Вот уже две остановки прочитал Немножко забыл, наверное, поликлиника все-таки Сейчас посмотрим Да, поликлиника Тормозить заранее надо на пазе Все-таки вот В холодную погоду, в морозную, когда скользко Ну, не очень комфортно было бы Я думаю, что он на скользких участках точно был бы К тому Союзу не ушел Потому что мы это делали нереально Надо бы подкрабываться остановкам со скоростью 20 км в час В принципе, рядышком остановки Тут тоже что-то какие-то транспаранты Россия без буржуев Так, вот здесь все написано Т-образный перекресток Так, Союза там хоть уходится у нас Этот хруст, наверное, все-таки В коробках обусловлено тем, что И синхронизатор разбивается И все-таки сцепление здесь лучше По-двойному выжимать с перегазовочкой Тогда как-то я знаю, что некоторые водители Ну, у которых опыт довольно-таки очень большой Они как-то умели на этих газонах Ну, переключаться без этого характерного хруста Потому что, помню, там вторая передача Ну, первая, так там вообще Там такой звук раздавался Как будто бы все же мотора кирдык будет А, вот этот перекресток, кстати, немножко непонятный Сейчас, помню, сразу С одного конца и с другого машины поехали У меня справа вроде не ездит А то тут как-то было, чтобы непонятно Что-то путал я тут со светофорами конкретно Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, скорость такая вот медленная Со стороны пассажира, когда смотришь Но за руль садишься, скорость такая Довольно-таки приличная Ко-го 20-30 км в час Ну, кстати, тоже тогда взор хороший Можно в зеркало посмотреть Там не тусуются пассажиры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неоднозначно лучше газельки В плане вместимости Интересно, надо форточку открыть Звуки побольше будут? Да, кстати, звуки меняются Реально другие становятся Субтитры сделал DimaTorzok Тоже дороги, кстати, довольно-таки Такие незагруженные Тоже можно здесь понаваливать Автобус позволяет это делать Только светофоры немножко останавливают Вот светофоры, кстати, немножко Трафикой собирают Тогда хоть едешь хоть в каком-то потоке Медралку перевестись А то двигателю тяжело А то и норовит заглохнуть Мне кажется, на пазике там нереально заглохнуть Здесь все С автоматическим выжимом сцепления Институт ядерной физики Здесь котики на крыше на остановках Так, сейчас посмотрим Территориально, где мы находимся Ядерной физики Ну, в принципе, это, можно сказать, экватор маршрута В 26 минут мы здесь должны быть И таким образом Где-то на 8 минут мы опережаем расписание Да, я оказался прав Даже если Взглянуть на информационную строку Ну, что там все уселись Так, что на пазике довольно-таки неплохо В принципе, на газели, я не знаю Надо будет попробовать какой-нибудь маршрут на газели Проехать Ради интереса посмотреть Сколько там плюсов времени Насколько сможем опередить расписание Ну, этот маршрут, насколько я понял Он обслуживается вот именно маршрутами такси Думаю, что, наверное, автобусы Трудно встретиться Ну, возможно, там час пик Интервал что-то в районе 5 минут Каждые 5 минут В общем, на остановке что-то прибывает Такой довольно-таки насыщенный маршрут получается Вычислительный центр У нас, кстати, то уж такое здание есть в городе Имеется Ну, как в советское время оно было актуально Вычислительный центр Поскольку раньше все обследовалось ЭВМ Электронно-вычислительными машинами Вот И для этого, ребят Света, как сейчас, поставил компьютер У каждого компьютера дома есть Раньше это не все так просто было Раньше компьютер Занимал, примерно, один компьютер Занимал как однокомнатная квартира То есть там в районе 25 квадратных метров Да, люди где-то живут А где-то это ЭВМ И, в принципе, это ЭВМ могло делать Видишь, там только Какую-нибудь Одно-две операции И поэтому для этого делались раньше вычислительные центры Переключится что-то Тяги чуть-чуть не хватает И я думаю, что в Новосибирске тоже что-то такое было Но, возможно, со временем тоже что-то поменялось У нас здание само осталось Его переделали И там теперь уже другая фирма Вот Наверное, самый красивый дом Не знаю Вот это просто Визитная карточка Новосибирска Вообще прикольно Вот как так построить На самом деле Новосибирске, ребята, есть Очень такое реальное место Так, у нас там пассажира выходит Вот пассажирка вышла Вот с пазика ты вышла как у человека А с газельки бы ты Спинку бы себе да подпортил бы Что-то есть такое Когда пассажир в газелях прокатится В России заходят нормально И выходят потом такие кривые Как инвалиды уже Так, налево поворачиваем Ну, хватит догнать Мне страшно Такое небо Такое ощущение, как будто он Либо с Чистогорска Либо с Чугуевым Позаимствовал Он очень может усмотреть Такая чернота На многоэтажке Знаете, как перед грозой Летом такая жара Потом такая гроза конкретная Начинается Остановка Димакова Во время пересечения перекрестка Лучше не переключаться А то ненароком можно заглазнуть Вот, кстати, ребят Заправка есть Давайте заедем на нее Конечно, подъезд тут такой Подъезд тут какой-то стремный Очень-то заправка вообще или нет Там через тортуар как-то Ради интереса Хочу просто убедиться Заправятся ли газовые баллоны О, у нас, кстати, один зеленый индикатор остался Двигатель глушить я не буду Сейчас попробуем Так, заправиться Да, ребят, заправляется Однозначно Газом и топливом заправляется Так, бензин у нас полбака Газа чуть-чуть увеличилась Что-то как-то полбак Больше не идет У меня пошла стрелка вверх Сейчас заправимся Да, и газ пополняется Круто Вот теперь, мол, я спокоен Реально спокоен До полного Конечно же, до полного Что-то экономить, мелочиться Вот так Ни один электробус так быстро Не заправится в батарею Как Как газовый пазик И бензинчиком подвинется И газом Теперь топлива у нас хватит И до Москвы, и до Ленинграда На Санкт-Петербурге Туртор здесь подкидывает Так конкретно Ну вот есть такие моменты Конечно, тоже немножко омрачают На карте В каких-то моментах Карта стала лучше Но вот такие вот Подъездные пути К заправочным станциям Немножко вот это храмает Вроде бы мелочь Но куда приятнее было бы Когда-то завернул Так спокойненько Хорошо, уверенно Заехал Без всяких вот этих вот проблем Я помню, когда в Калининград Приехал, ребят Первое, чему я удивился Когда Вышел возле станции Южного вокзала Вот Там центр города Приехал рано утром Город только просыпается Машин, естественно, много Такси Что меня удивило Вот Светофор Вот Зеленый загорелся Вот реально он только загорелся Сзади уже сигнал Я не понимаю, кому вы что хотите доказать Такое ощущение Но водитель, знаете, там пока соберется Пока передачу включит Там уже сзади настолько уже Психует, нервничает Как бы Ну, у нас такого нет Я не знаю У нас я с таким не сталкивался У нас даже Ну, передо мной Я даже помню был случай Ехал я по городу Мужик впереди остановился Ну, и все Зеленый загорелся Я вижу, что он Ну, в телефоне Заковырялся Уже Конкретно так подождал Ну, потом уже сигналь Ну, типа Ну, типа Давай, едь Ой, он такой Извиняюсь Сори, сори Там, типа Вот И поехал В России Это бы не прокатило То есть Вот как в Калининграде Это бы не прокатило Поэтому мужику Я чувствую Там вышли бы Наваляли бы Объяснение Что-то по жизни И такие берега Где их что-то попутал Вот Но у нас Как-то и в этом плане Поспокойно Я не знаю Как в других Российских городах Вот эта вот Обстановка там стоит Но в Калининграде Как-то Мне это все так вот Показалось Виделось Вот такая ситуация Так Там надо было Посигналить Мужик с плакатом Стоит Но я очень сильно Разогнал пазик На метралку перейти Все-таки на передачах Как-то немножко Блохнет автобус Вот когда тормозишь Именно так конкретно Отормаживаешься уже Ну вот Труженик Тоже пазик едет Коллега наш Поехал Ну седьмой маршрут Очень хороший Мне нравится Такой чисто Через город Городской Такой конкретный Хороший Дает возможность Познакомиться С новосибирском Получше Я слышал В России уже В правилах Там за оранжевый Вообще штрафуют Конкретно Допустим В нашей ситуации Но у нас Как бы еще Можно повскочить На нейтралку что ли Не тянет Как я так успел На нейтралку Переключиться Ремонт обуви Тоже у нас есть Такое Практикуется Ремонтирует Видеобувь Ну а что Туфли там Какие Набойки Сделать Нормальная тема Сам Ходил Зимний Делал себе Ботинки Ремонт обуви Интересный Рельс Поехал Даже не качнул Думал Вроде На третий Даже переключился Думаю Сейчас автобус Как подпрыгнет Нет Уверенно Ровненько Проехал Даже не почувствовал Дом Дом Быта Одно удовольствие Под такие приятные звуки Ехать Катить Вот дизеля Как-то более-менее Но одинаково Одинаково Ну хотя Это отличается Там Шестицемидровые Ямзы Четырехцемидровых ММЗ Есть Есть Потому что Конечно Разница Но бензиновые Вообще В8 Это Просто Классика Эти ссылки Они уже все Я думаю Что в истории Потому что Бензиновых Автобусов Все меньше И меньше Становится Я говорю Что придет время Скоро лишь Только в Омсе Поностальгируешь Хотя Кому это интересно Будет Честно А может И будет Интересно Откуда Мы знаем То же самое В ютубе Когда смотришь Вот канал И раньше Приставки Эти были В 8 Если кто Может помнит Не знаю Из моей аудитории С такими Желтыми Картриджами Казалось бы Ну все Прошло время Ушла Ушла Эта эпоха Нет Как-то сейчас Это очень популярно И каналы Созданы У ребят С очень Такой Приличной Аудиторией Да Люди Ностальгируют Вспоминают Очень Круто 30 минут Мы уже С вами Ребят В пути Напоминаю Что По расписанию Рейс Где-то 48 минут Рассчитан Ну это Если так Вообще Ровненько Ехать Аккуратненько Все Ну я думаю Что мы Конкретно Переди Расписание Если мы Не потерялись Не сбились Тут нигде Так Тут какие Маршруты У нас Станавливаются Седьмой Есть ГПТУ Номер 55 Раньше Говорят Расшифрован Господи Помоги Тупому Устроиться ГПТУ У нас Многие ГПТУ Которые Были Их Уже Переименовали 11 Минут Ребята Мы Опережаем С вами Расписание Так ГПТУ 55 Раз Два Две Промежуточные Остановки И третья Насконечная Ничего Ничего себе На жигулях На копейки Творит Но ты Конечно же Даешь Олень Самый Последний Момент Перестраивается Потерялся Как будто Чуть оттуда Все едут А у нас Красные Что-то Непонятно Мы сейчас Поедем Эта система Здесь Немножко Непонятная Какой прытый Нашу я Улица Арбуз Смотрите Как-то ФПС Да Это Я По-моему В статье Опция Включена Загружать Субкарту Тоже Тогда Как-то Немножко Моменты Эти сложнее Все идут Надо будет Немножко Выключить Я Что-то Для Русской Глубинки Что-то Мне Мне Надо Чтобы Вся Карта Была Загружена Вот Ребят Наконечную Встановку Видим Заправлены Все Пассажиры Высажены Пустые Расписание Передели На минут 11 12 Вот это Мне нравится Так что Пазик На 100% Справляется Своей Задачей Так Седьмой Мы здесь Остановимся И дальше По-моему Место разворота Будет У нас Да Это Микрорайон Щ СХЦ СХЦ ХЦ Ха-ха-ха Я Вначале Не понял Но потом Решил Немножко Углубиться В эту Тематику Микрорайон Щ Ну так Под такие Сегодня Ностальгические Кайфовые Звуки Бензинового Двигателя Автобуса ПАЗ Катим По Новосибирску Честно Даже Проехал Очень приятно Рисковатый Там Наверное У меня Конкуренты Стоят Не Пазик Выезжает Думаю Газельки Стоят Слушайте Одни Пасеки Тусуются Да Стояла Рядышком Газель Со мной Наконечный Но я Время Перевел Она Уехала Ну и тут Атмосферный Козелок Стоит И мы Становимся Ну вот Такой Ребята У нас Ностальгический Рейс Получился Напоминаю Что Окрасочка Взята С города Новосибирск Сайт Фотобас Мне помог В этом Так сказать Восстановить Хронологию Немножко Города Новосибирск Вот Номера Номера Присвоены Этому Пазику Так что Если что По номерам Можете Проследить За судьбой За историей Этого Паза Но я Думаю Скорее всего Что он Списан Вам Как всегда Огромнейшее Спасибо За просмотр Не забывайте Проверить свою активность Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Всем спасибо Всем пока И до скорых встреч До новых встреч